В 9 часов 3 июля, после того, как после полуночи на часть района обрушился ураганный ветер и ливень, в администрации района состоялось расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава района Владимир Дученко назвал предварительные данные. 11 населенных пунктов все равно пострадало. Это Байдово, Трудное, Уральское, Багино, Поначево, Нижнее Быстро, Токашет, Загорье, Маринино. Основные большие разрушения, это, конечно, я еще раз говорю, в Курагино. Посорвало крыши, в части зал борьбы частично раскрыло, прямо бросило на сегодняшний день за несколько метров железную крышу, которую мы делали года три назад. Частично разрушенные небольшие разрушения по шиферам есть. В основном это от сваленных деревьев. Обсуждены первоочередные задачи по устранению последствий ураганного ветра. Несколько бригад работают по восстановлению электрических сетей и телефонной связи. Началась работа по расческе улиц от поваленных деревьев. В Курагино работает муниципальное предприятие. Помощь оказывают предприниматели, занимающиеся лесозаготовкой. Остро стоит вопрос с обеспечением животноводов района электроэнергии для того, чтобы подоить коров. Обсуждался вариант с доставкой генераторов из соседнего Каратузского района, если электроснабжение не будет восстановлено в ближайшие сроки. Началась работа руководителей учреждений бюджетной сферы по составлению документов о нанесенном ущербе. Восстанавливать разрушенное придется за счет резервного фонда. Предпринимаются все возможные меры для устранения последствий стихии. Уважаемые жители Курагинского района, сегодня примерно в час ночи по району, направленной волной, прошло грозовой фронт, который был вызван ливневыми осадками и шквалецным усилением ветра. 59 домов. На сегодняшний день информация о том, что частично раскрыты крыши. Социальные объекты бюджетной направленности тоже потерпели некоторые изменения. На сегодняшний день работы проводятся. Порядка 10 бригад электриков, связистов работают на связи. Постепенно будут даваться электричества по всему району и по Курагина. Но характер разрушений очень большой. По линии Министерства чрезвычайной ситуации в Курагинский район отправлены спасатели с Шушенска, с Минусинска, с ближайших районов Кастан-Туранск, к примеру. С Красноярска выдвинулись формирования спасателей. Резервные источники, в связи с тем, что в первой школе Курагина проходят единые экзамены, резервные источники подключены. Экзамены пройдут в требуемом режиме, в муниципальных образованиях, в Курагина. Созданы группы, которые оценивают ущерб, которые пройдут и отфотографируют все принятые и существующие заявки по восстановлению. Поэтому всем жителям прошу сохранять спокойствие. Все соответствующие службы работают. Если к вам или у вас есть обращение, пожалуйста, выходите на службу 112 либо на ИДДС района, делайте заявки. Посильную помощь в ближайшее время будем оказывать. Деньги будут выделены с резервных фондов муниципальных образований, с резервного фонда Курагинского района.